Будьте всегда наготове, одежды подпоясаны, а светильники горящие, как у тех слуг, что ждут возвращения своего хозяина со свадебного пира. Когда хозяин придет и постучит, они смогут сразу открыть ему. Блаженны те слуги, которых хозяин, возвратившись, найдет бодрствующими. Говорю вам истину. Он тогда сам подпояшется, как слуга, пригласит их к столу и будет прислуживать им. Блаженны те слуги, которых хозяин застанет готовыми, даже если он придет среди ночи или перед рассветом. Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу придет вор, то он не позволил бы ему проникнуть в свой дом. Вы тоже должны быть готовы, потому что сын человеческий придет в час, когда вы его не ждете. Петр спросил, «Господи, ты говоришь эту притчу только нам или всем?» Господь ответил, «Кто тогда окажется верным и разумным управляющим, которого хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу? Блажен тот слуга, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим так. Говорю вам истину, он доверит ему все свое имение. Но если тот слуга решит, мой хозяин придет еще не скоро и станет избивать слуг и служанок, есть, пить и пьянствовать, то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с неверным. Тот слуга, который знал волю своего хозяина, не приготовился или не сделал того, что хотел хозяин, будет сильно бит. А тот, кто делает достойное наказание по незнанию, будет бит меньше. Кому было много дано, с того много и потребует. И кому было много доверено, с того много и спросится. Я пришел принести огонь на землю, и как я хочу, чтобы он уже разгорелся. Но мне еще предстоит пройти крещение. И как я домлюсь, пока это не совершится? Вы думаете, я пришел, чтобы принести на землю мир? Нет, говорю вам, не мир, а разделение. Семья из пяти человек разделится. Трое против двоих и двое против троих. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки и невестка против свекрови. Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь. И действительно идет дождь. И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко. И так и бывает. Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба? Так почему же вы не знаете, какое настало время? Почему вы сами не рассудите, в чем истина? Когда ты идешь со своим обвинителем в суд, постарайся примириться с ним еще по пути. Иначе он притащит тебя к судье, а судья отдаст тебя стражнику, и тот бросит тебя в темницу. Говорю тебе, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до самого последнего гроша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова